Я не стану тут проводить серьезные лингвистические исследования, конечно. Да я и не лингвист, даже и не культуролог. Но вот вдруг накрыло смешным вопросом. У меня бывает, когда сплю не очень, где-то на грани сна и яви вечно болтаются какие-то смутные мысли и образы. Ты вроде спишь, но в то же время крутишь их в голове так и эдак. Говорят, немного похоже на медитацию. Сегодня приснился классик, и давай крутиться вот так и эдак. На самом деле я собирался сесть писать небольшой текст про Евгения Матвеева в цикле «Критика с любовью». В голове роились обрывки его песен, а рядом с обрывками крутилось слово «классик». Ну, в самом деле, в фильме принято говорить о Матвееве «классик». Классик нашей песни. Да и на фирме «Мелодия» у него вышел диск в серии «Российские барды», а в этой серии исключительно «Классиков» выпускают вроде бы. Все правильно. Что неправильно и что не дает покоя, это то, что я не понимаю в этом случае самого слова. Кто такой классик? Что такое классик? Имеет ли это какое-то отношение к классицизму, например? Я учился, я понимаю, что такое классицизм, но даже близко не понимаю, какое отношение к этому имеют многие люди, которых мы зовем классиками. И не понимая, в какой момент веселый парень с гитарой, ну или не очень веселый в нашем случае, а вовсе даже наоборот, стерженный, такой неулыбчивый, скорее суровый парень с гитарой, вот в каком случае он становится классик? Получается, каждый человек может употребить это слово по своему усмотрению. Как вздумается. Но ведь это означает, что в этом слове вообще нет смысла. Ну, не то, что вообще нет смысла. Нет смысла определенного. Кто-то сказал, как вздумается. Мое право понимать, как вздумается. Вот и поговорили, называется, о классике и классиках. Каждый про свое, как глухарина таковища. Ну, положим песню Матвеева на стихи Высоцкого классика. Я видел убогий школьный учебник под названием «История авторской песни». Это для факультативов, конечно. В этом учебнике классиков авторской песни всего пять. Михаил Анчаров, Булата Кужала, Александр Галич, Навелла Матвеева и Владимир Высоцкий. Почему так, неизвестно. Ни Александр Городницкий, ни Юли Ким, ни даже Юрий Висбор звания классиков учебникам не удостоены. О, Высоцкий, да. Получается, что вот эта песня – это классика. Матвеев «Подражание рок-н-ролл». Давайте я спою вам в подражании рок-н-роллу Глухим и креплым тембром из-за плохой иглы Пластиночкой на ребрах в оформлении веселом Какими торговали пацаны из-под полы Ну, например, о леди, которого не будет Ну, например, о доме, что быстро догорел Ну, например, о брате, которого осудят О мальчике, которому растет Сидят больные легкие в глухой и тесной клетке Рентгеновская пленка свет на черно-белом фоне В кавернах силикозные награды пятилетки И продлевают жизнь свою, крутясь на потепоне Ну, например, о лете, которого не будет Ну, например, о доме, что быстро догорел Ну, например, о брате, которого осудят О мальчике, которому растет Давайте я спою вам в подражании рок-н-роллу Глухими, гриплым тембром из-за плохой иглы Пластиночкой на ребрах в оформлении невеселом Какими торговали пацаны из-под полы Ну, например, о лете, которого не будет Ну, например, о доме, что быстро догорел Ну, например, о брате, которого осудят О мальчике, которому растет А скажем, вот эта песня Я ее очень люблю Она, кажется, мне одной из сильнейших песен Жени Матвеева Но ее-то каким местом в классику? Реже пьем и все нервнее курим Чаще ждем и радуемся злей Это город топорей и тюрель Это город слез и тополей Это город тополей и тюрель Это город слез и тополей Ты вот спишь, а поезд топчет версты И меня уносит в темноту Помнишь, звезды на уже и к звездам Голову поднять не в моготу Помнишь, звезды на уже и к звездам Голову поднять не в моготу Леже пьем и все нервнее курим Чаще ждем и радуемся злей Это город тополей и тюрель Это город слез и тополей Это город тополей и тюрель Это город юности моей Понимаете, что меня мучает сегодня? Что за странная коллизия терминологии? Тут классик, тут не классик А тут что, рыбу заворачивай? Да и вообще странно как-то видеть на обложке диска Строгая надпись, классика авторской песни И фотографии твоего старого доброго знакомого Ну, не другом положим Но знакомству-то нашему больше 30 лет Мы достаточно уважительно относимся друг к другу Хотя и стараемся не работать вместе У меня бард-кафе в центре города У него на окраине Зато его бард-кафе работает еженедельно в сезон А мое только два раза в месяц Вот просто непреодолимые, блин, противоречия Мы сто лет на «ты» хорошо знаем Жен друг друга Тем более, что и у него, и у меня жены Тоже мастерицы авторской песни И все при этом классик Странно это, не находите? Субтитры создавал DimaTorzok Я запомнил, как диво, тот лесной хуторок Утонувший счастливо меж звериных дорог Там без беды и анны без претензий и льгот Так без газа и ванны добрый Филя живет Филя любит скотину, ест любую еду Филя ходит в долину, филя дует в дуду Мир такой справедливый, даже нечего крыть Филя, что молчаливый О чем говорите? А ведь, положа руку на сердце, я и сам Не раз и не два слово это странное употреблял в разных текстах Да и так вслух тоже Ладно, Матвеев, он классик регионального вроде масштаба Хотя на обложке того самого диска есть аннотации Написаны Сергеем Никитиным и Виктором Верковским Да и в отношениях с Грушинским фестивалем Матвеев чемпион Я больше никого не знаю, кто стал бы там лауреатом четыре раза И главное дело непонятно, на кой такая коллекция дипломов Бог с ним, повторюсь, с Матвеевым Матвеев, ладно, но ведь мы люди вкультуренные в авторскую песню Достаточно коротко знакомые с теми, кто классики совсем другого уровня Говорим запросто, например, на том же Грушинском, на площадке Междуречия Тут вчера классик забегал, отличная у него новая книжка, я скажу Какой классик? Да Вадим Егоров Это, к примеру, фамилию-то можно менять, смысл остается Получается, что мы живем в плотном окружении классиков Они явление нередкое С 95-го года прошлого века я занимаюсь разными затеями в этой культуре И, конечно, доводилось видеть, слышать и сиживать за столами с прорвой классиков И практически все они, как Матвеев, без лишних понтов, без налета музейной пыли Без малейшего намека на свою классичность А слово-то живет И в лексикон входит все нахальнее Оно, конечно, в глаза к ним не обратишься Эй, мол, классик, а что ты скажешь про такого-то классика? Что-то он мне классиком не кажется второй год уже В глаза не скажешь А червячок сомнения грызет Мистика какая-то Корабля в холодном море ломит кости белый пар А лунный свет иллюминаторы крошит А впервые не белит мачты словно призрачный маляр И ревматичешь погода вскрип Говорят, на нашей шхуне поселился домовой Влюбленный в плаванье бездомный домовой Его приметил рулевой В чем поручился головой Не чужой, своею головой Перевернутый бочонок На бочонке первый снег Куда-то влево уплывают острова Как с перевязанной щекою Истомленный человек Луна ущербная В небе криво Говорят, на нашей шхуне поселился домовой Влюбленный в плаванье бездомный домовой Его приметил рулевой В чем поручился головой Не чужой, своею головой Гог заметил, если встретил Домового ты чудак То не разболтывай об этом никому А рулевой про домового Разболтал это знак Что домовой не явится к нему Ау-ау, наш домовой А ну подай нам голос свой Ау-ау, ай-яй-яй, ой-яй-яй-яй Загляни к матросам в рубку За куриною тетрубку Рукавичкой махни нам меховой Ну загляни к матросам в рубку За куриною тетрубку Рукавичкой махни нам меховой Я понимаю, нашей культуре не так много лет. Для настоящей сложившейся культуры 60 с хвостиком вообще не срок. И многие из тех, кто все это начинал, слава богу, живы еще. Да и с теми, кто уже, увы, не с нами, нам же тоже доводилось и поговорить, и хлеб преломить, и чару запустить со многими. И действительно, можно говорить, что эти люди классики. Просто потому, что они создали нашу культуру такой, какая она есть. Но как-то все равно это смущает. Может, просто торопимся заносить людей в этот странный список, в классики. И сами не понимаем, какой смысл в это почетное звание вкладываем. Может быть. А с другой стороны, прикольно же с классиком на «ты». Анекдот от классиков в два раза прикольнее, чем от кого-то другого. А рюмка с классиком под бутербродик на фестивальной поляне, так вообще вроде медали во всю грудь. Вообще прикольно. Ладно, пусть. Пусть будут вокруг классики. Пусть будут живы и здоровы. Пусть продолжают нас радовать песнями и стихами. Забью я на эти сомнения, они случайны. И одного дня жизни на то, чтобы ими помучиться, это за глаза. Я вспоминаю сердцем посветлев, какой я был взволнованный и юный. Но пусть мои серебряные струны продолжат свой тоскующий напев. От прежних чувств остался охладев, спокойный свет, как будто от блеск луны. Еще поют серебряные струны, но реже стал тоскующий напев о том, какие-то были дни. О том, какие-то были ночи издалека, как синенький платочек, со мной прощаются они. И все же хочу я, странный человек, Сберечь, как есть, любви своей усталость, взглянуть еще на все, что там осталось. И распрощаться может и быть навек, но помню я, какие были дни. Но помню я, какие были ночи издалека, как синенький платочек, со мной прощаются они. Я вспоминаю, сердцем посветлев, какой я был взволнованный и юный. Но пусть мои серебряные струны продолжат свой тоскующий напев. Но пусть мои серебряные струны продолжат свой тоскующий напев. А ведь собирался о Матвееве текст писать. О классике прикамской авторской песни Евгения Валентиновича Матвеева. А что написал в итоге? Ну да, не последний текст на канале. Статья о творчестве Евгения Матвеева и творчестве ансамбля имени его имени с меня. Как-нибудь, при случае. Как на камере кель, глазу темно, когда На еловых коленях стоят города Упиралась вода, сто четыре весла На Казань и на черты несла. Так я плыл, отдаляясь, на Хвойный Восток Полноводная кала несла на буйок Упиралась вода, сто четыре весла На Казань и на черты несла. А по берегу вниз, борода к бороде Шгучий ельник бежал, молодея к воде Упиралась вода, сто четыре весла На Казань и на черты несла. Так я плыл по воде За навеской в окне За навеской в окне С головою в огне Упиралась вода, сто четыре весла На Казань и на черты несла. Упиралась вода, сто четыре весла На Казань и на черты несла. Казань и на черты несла. Продолжение следует...